всем привет добро пожаловать в новый влог этот влог скорее всего будет типа как домашним об обычной жизни мы уже вернулись домой нам очень и очень понравилось наше мини путешествие наш мини отпуск я прочитала массу комментариев на тему греции я знаю что вы также влюблены в эту страну для нас осталось много всего неизведанного не открытого поэтому мы с удовольствием вернемся и туда же и также посетим какие-то новые места и я теперь начинаю мечтать об островах и мы планируем такой полноценный отпуск на 10 дней скорее всего даже на две недели в августе но уже ближе к самому отпуску мы будем решать куда мы поедем скорее всего на машине и если будут открыты границы то однозначно заграница почему не польша не польское море по той причине что очень много людей очень дорого и самая основная причина это то что нет гарантии хорошей погоды то есть вы можете заплатить сумасшедшие деньги поехать туда и в конечном итоге будет постоянно идти дождь будет дуть ветер и типа 20 градусов тепла когда это весна это окей для тех кто не любит отдых на море чтобы жарила солнце чтобы комфортно было купаться море чуть позагорать вообще просто не одевать кучу одежды на себя я знаю что есть те люди которые любят более такую нормальную температуру но все-таки когда ты едешь на море то мне кажется что погода имеет значение в общем мы практически никогда не ездим на польское море я думаю что если мы как-то посмотрим и прогноз погоды будет окей то мы выберемся например на выходные отдыхать нам больше нравится за границей и по ценам реально получается или то же самое или на польском море еще дороже выходит я на полном серьезе у нас есть друзья которые как-то побаиваются ехать с детьми за границу не только сейчас вообще в принципе мало ли что может произойти кто-то не знает английского кто-то не хочет заморачиваться со всеми вот этими резервациями отелей вилл и так далее больше как-то предпочитают и польскую кухню вообще лучше вот так как-то безопаснее остаться в польше и говорят что по ценам просто тур дом то есть на 4 человека это 45 тысяч евро за 10 дней за такие же деньги можно шикарно отдохнуть например в италии или в той же греции но я акцентирую слово шикарно то есть сейчас отдых с такими детьми как у нас захару 8 лет а игнату 6 это все равно дороже чем раньше потому что уже нужно платить за проживание если это самолет то и за билеты если ты идешь в ресторан то ты заказываешь полноценные порции плюс там какие-то напитки это всегда получается но вот в греции мы были например за обед такой конкретный с вином с закусками с основными блюдами получалось где-то 50 евро это с головой и мы еще и забирали с собой было настолько много еды в греции супер большие порции поэтому мы забирались с ресторана то что мы не съедали и получается что у нас на следующий день даже был обед я хочу вам сказать что я была в шоке когда мы сравнили цены здесь в ресторанах и в греции в греции получилось выгоднее при том что там евро здесь чтобы пойти прям ресторан ресторан не фастфуд именно в ресторан такого же формата как там у нас здесь получается но минимум 200 злотых это без алкогольных напитков это где-то 40 с чем-то евро это один раз поесть то есть вот так без закусок по основному блюду какие-то напитки там вода лимонады и так далее то есть серьезно вам говорю что в польше отдыхать дорого вот такие дела будем посмотреть попозже что там у нас с отпуском и также очень хотелось бы съездить к маме есть супер важный повод даже два у меня заканчивается паспорт и мне нужно поехать в украину если вы знаете где можно сделать паспорт быстрее там за несколько дней пожалуйста напишите мне здесь мне очень нужна ваша помощь и подсказка ну и второй повод о котором я расскажу позже очень-очень хотелось бы в августе как раз у детей будут каникулы я запланировала себе так работу чтобы в августе я была более-менее свободна и тома кто же самое вот немножечко поболтали об отпуске а вы мне напишите пожалуйста куда вы собираетесь ехать на дачу на море в горы к родителям или вы проведете лето за компьютером и осенью уже куда-то махнете будет интересно почитать и я знаю что сейчас довольно сложно путешествовать куда-то ехать я думаю что когда мы с томиком получим эти прививочные паспорта все станет чуточку проще одно из моих самых нелюбимых утренних занятий это сушка укладка волос вот могла бы этого не делать не делала бы сначала я даю естественным образом подсохнуть дальше наношу термозащиту у меня че и также на корни волос использую вот такую вещь я купила ее у своего парикмахера не то чтобы супер классная но я стараюсь как могу для того чтобы был хоть какой-то объем на моих волосах далее я беру дайсон с насадкой для фена и не полностью высушиваю я также включаю самую низкую температуру далее меня его насадку на такой типа как щетку как видите я не использую никакие расчески при укладке ну как точнее больше при сушке и наклоняю вниз голову для того чтобы и был объем и так как бы выравниваю структуру волос меняю насадку на такую типа фен щетку и стараюсь приподнять волосы у корней также завить их во внутрь мне так больше нравится на себе кстати когда у меня волосы короче то укладка гораздо красивее это то что я делаю через день зато получается укладка без утюжка самая простая на каждый день вау 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 а что это там от меня не признался я думала он целый день был на работе он успел съездить цветочный магазин и купил тут горшочки разные большие интересно что он планирует пересаживать цветы знаете что нет я пока что сама не знаю что это за дубинки но когда томок закончит я обязательно покажу вам и сама рассмотрю в первую очередь что он задумал окей я знаю что вам нравится смотреть распаковку продуктов питания поэтому давайте посмотрим что я купила буквально на сегодня и завтра сейчас будем делать гриль поэтому первое что я достала именно для этих целей для того чтобы быстрее разжечь гриль у нас продаются такие под палки как это по-русски без понятия когда я жила в украине мой папа такого ничего не покупал поэтому не знаю а им ссори в лидле было двух видов поэтому взяла домику чтобы были запасные посмотрим которые из них работают лучше несколько булочек это колбаски и шашлычкам из бекона в копченой паприки никогда такого не пробовали но я думаю что должно быть вкусно колбаска в принципе польша практически вся вкусная но так как я была в рилле то взяла это четыре штучки как раз на один раз хотя я сегодня есть скорее всего не буду точнее совсем чуть-чуть потому что я не голодна хочу сделать греческий салат часть продуктов у меня есть типа фета помидоры поэтому паприка и кстати интересный факт я не знаю почему девчонки а ну-ка расскажите вы все знаете в общем греции в греческом салате была почему-то только зеленая паприка никогда не видела желтый красный а мы были там каждый день в ком-то ресторане и каждый раз заказывали причем я не объелась сегодня тоже буду делать социки у нас в лидле был греческий ты день греческая неделя со своими польскими словечками и я сейчас не успею сама сделать социки потому что нужно по-быстрому порубать салатик так что взяла готовое оливки зеленые греческие в лидле были только в больших банках а нам нужно всего там на несколько раз огурцы я обычно не запаковываю в эти пакеты где-то я посеяла свои мешочки я наверное в следующей жизни дождусь от томока отдельные грядки с приправами сама я просто-напросто не люблю этим заниматься честное слово хотя в детстве меня заставляли картошку копать и все что с этим связано я тоже делала на то у нас будет к десерту которая хочу сделать на днях и также к лимонаду конечно же это просто идеальное время для всевозможных лимонадов дальше молочка молоко есть в холодильнике это запасное взяла сливки долгого хранения и вот если 30 процентов они еще хорошо взбиваются если меньше часто я выливаю ничего не получается и так как в таких пакетах она будет долго стоять сразу две упаковочки два йогурта один для пирога который мы с вами испечем в этом влоге а второй для домашнего мороженого хочу сделать с сахарозаменителем для себя с клубникой и с йогуртом и творожок почему-то был только жирный я обычно беру полужирный и для сырничков вот куриное филе и хлопья вообще-то я очень люблю польские кукурузные хлопья потому что они практически не сладкие вообще не сладкие по сравнению с теми которые я ела в детстве в украине и эти же хлопья я использую для того чтобы сделать такие наггетсы типа как в кфс показывала вам несколько лет тому назад рецепт и также моем инстаграме есть постараюсь отыскать ссылку и оставить вам в инфобоксе это одно из любимых блюд моих детей увидела в или набор не пластиковых а стеклянных контейнеров только с пластиковой крышкой и очень прикольно потому что можно использовать без крышки в качестве какого-то блюда и также как контейнер обычный сейчас загружу в посудомойку помою и можно будет пользоваться такие они прям добротные нас вовсю продается спаржа поэтому сегодня на гриле будет также спаржа и хотела напомнить вам что она готовится супер быстро для того чтобы сломать корешок и и просто нужно вот так вот как бы согнуть и она сломается ровно там где надо я слегка все это дело посолила полила оливковым маслом добавила два зубчика чеснока перемешала чтобы вся спаржа была в этом типа соусе и выкладываем все на такой алюминиевый поднос на гриль 10 минут и вкуснотень получается шеф-повар у гриля траву покосил как красиво газон конечно у нас держится несмотря на перепады температуры никого набросила свою игрушку уже и не нужно у нас сегодня получился абсолютно спонтанный простой быстрый ужин видите я ничего особо не готовила спаржа мой сейчас как наложу себе это вкусно и полезно но и греческий салат я вам говорила что буду пробовать готовить так как надо но блин красного лука дома не оказалось есть как есть иду звать детей они тому соседи играются и будем тарапезничать кстати смотрите какую прикольную салфетку я нашла в экшене уже какое-то время тому назад с ракушками прям такая летняя морская моря у нас здесь нет но будут ракушки у нас утра на что давайте по-быстрому испечем летний простой быстрый приготовлении пирог что нам понадобится как всегда но не как всегда на большинстве случаев самые простые ингредиенты также прошу вас приготовить круглую форму бумагу для выпечки масло йогурт ванильный сахар разрыхлитель 2 яйца растопленное масло муку миксер и любые ягоды вовсе не обязательно именно клубнику можете брать любые другие ягоды но желательно без косточек потому что так будет комфортнее и удобнее есть сначала мы с вами подготовим форму и помните как-то давно покупала эти формочки в тифаль они очень удобные особенно порадовала та которая прямоугольная там также отстегивается бортик это супер удобно ну а круглую можно взять любую и к этим формам ничего не пристает ну я на всякий случай все равно пользуюсь бумагой для выпечки мне гораздо удобнее купить просто такой рулон бумаги для выпечки и потом уже подгонять под любую форму чем покупать например сразу вырезанное дно из такой бумаги просто надеваем бортик и застегиваем дальше для удобства можно это все подрезать разогреваем духовку до 180 градусов я пожалуй включу обычный режим просто подогрев сверху и снизу девочки я забыла сказать о сахаре он нам также сегодня пригодится теперь мы сделаем верх нашего пирога его нужно будет убрать на несколько минут в холодильник если вы пользуетесь блендером то поступаем так как сейчас буду делать я если же блендера нет просто с ножиками да то например достаем масло чуть раньше из холодильника чтобы она была мягким и вручную смешиваем три ингредиента которые я сейчас покажу я здесь чуть раньше растапливала масло это можно сделать на маленьком огне и так засыпаем 100 грамм муки кусочками нарезаем 70 грамм масла если вы будете все разминать вручную это просто хорошо соедините все ингредиенты и с мягким маслом вам будет чуть проще это сделать и 4 столовых ложки сахара теперь смешиваем все в блендере вот что у нас должно получиться типа такая крошка и мы это отправляем в холодильник если вы сделали это вручную то формируете шарик и также кладем в холодильник потом это все натрем при помощи терки далее берем стакан сахара так у меня и киевские они очень большой то у меня его меньше и высыпаем в чашу для миксера или в какую-то емкость где это все будете взбивать 2 яйца и ванилька взбиваем миксером минут семь наверное но на небольших оборотах у нас должна получиться гладкая масса и следите за тем чтобы сахар растворился этого можно было и не делать но я как всегда по привычке смазала мягким маслом бортики и посыпала панировочными сухарями если их нет то берем например манку просеиваем два стакана муки в отдельную миску и 2 чайные ложечки разрыхлителя этот разрыхлитель из-за их руб какой-то нескончаемый вы помните когда его покупала сто пятьсот тысяч лет тому назад и он до сих пор есть при том что я как бы регулярно им пользуюсь смешиваем разрыхлитель с мукой в миску где у нас были яйца с сахаром добавляем муку и стакан йогурта вчера специально для этого купила йогурт но малые захотели йогурт с клубникой поэтому пришлось сегодня утром бежать в магазин теперь или все хорошо ложкой перемешиваем или при помощи миксера взбиваем совсем чуть-чуть для того чтобы соединились все ингредиенты но как-то долго не нужно с этим возиться выливаем наше тесто на одну форму помогаем ему слегка распределиться теперь берем любые ягоды если они мелкие то их не нужно нарезать если покрупнее как у меня вот клубника некоторая то разрезаем ее где-то на четыре части по количеству ягод смотрите сами я люблю когда их чуточку больше мне нравится когда вся поверхность покрыта более-менее ягодами теперь достаем из холодильника нашу крушонку по-польски она называется так и посыпаем если у вас вот этот шарик сделаны вручную то можете натереть или же просто раскрошить все руками пусть даже кусочки будут чуть больше не суть это никак не повлияет на вкус запекаем наш пирог 45-50 минут при температуре 180 градусов и встречаемся тогда когда он будет готов только посмотрите на этого красавца как он подрос сейчас дадим ему остыть и разрежем какой тяжелый давайте открывать пирог перекладывать его уже остыл разрезаем это пирог который всегда получается нет такой возможности чтобы он не получился приготовьтесь он очень очень нежный внутри мягенький самое то на летние дни если вдруг нагрянули гости нужно быстро что-то приготовить то вас выручит этот рецептик и можно подавать с мороженым сейчас я собираюсь ехать в офис мне нужно кое-что забрать у том как он должен был мне распечатать и повезу ему пирог я сегодня в костюме телепузика я шучу но все равно что-то в этом есть комбинезон удобный я его надеваю тогда когда мне нужно куда-то по-быстрому выбежать и сам по себе он конечно никакой когда добавляешь какие-то аксессуары обувь то окей я так хожу гулять с собакой или здесь где-то по месту комбинез я покупала на зимней распродаже в заре это у меня сумка бананка от милс карта я заказывала в прошлом году по-моему их уже нет очень классная вместительная очки tom ford и шлепанцы у меня h&m легкие кстати тоже очень удобная я побежала у меня даже ключей нет от ворот открывали ой работник года что-то он долго открывает посмотрите на эту улыбочку где любовница в шкафу здесь вот на парковке тоже растут травы туи лавочки присесть отдохнуть правда здесь никто никогда не сидит мне очень нравятся вот эти плафоны правда прикольные гляну что тут на пляже есть люди и как тут можно работать в такой обстановке когда под носом озера домик еще не ходил купаться не вчера не сегодня это выдержка хотя у нас довольно тепло уже свободно можно отдыхать над водой девчонки вы знаете что свой дайсен я покупала где-то в ноябре если нет ну то как бы такая информация что я пользуюсь им уже больше полгода и вы часто интересуетесь стоило ли оно того оправдал ли он мои ожидания забегая наперед скажу что я им довольна у меня не было никаких блогерских льгот я ничего от дайсона не получала на обзор но тем не менее есть несколько пунктов которые все же больше за чем против хотя некоторых насадок лично для меня могло бы и не быть почему я вообще решила его приобрести но я точно так же как вы насмотрелась разных обзоров и самая большая глупость это смотреть обзоры девушек с роскошными волосами от природы и ты думаешь что вот сейчас приедет это чудо и моя жизнь разделиться на до и после ничего такого не произошло и волосы у меня довольно странные потому что их много но они тонкие при этом они прямые вот если есть люди у которых на левой объем на волосах то у меня минус 2 чтобы их хотя бы чуть-чуть приподнять у корней нужно очень сильно постараться и когда я иду к парикмахеру и мне там вот знаете наносят миллион разных средств используют тысячу разных техник я прихожу и понимаю что я настолько прилизанная как будто меня облизала корова мне тут же хочется перемыть волосы как-то немножко по-другому уложить волосы также у меня вообще не стоят руки к укладкам все эти браши какие-то там приспособления это не про меня мне лень волосы и так этому не поддаются это все не держится всевозможные накрутки и так далее в моем случае это практически нереально поэтому я где-то приблизительно знала что не стоит ожидать чего-то прям супер сверх естественного все вы приблизительно знаете сколько стоит дайсон я честно говоря не помню но это в районе 500 долларов наверно все это продается в таком футляре в который очень удобно складывать насадки также идет чехол для того чтобы или хранить в нем какие-то любимые насадки и фен или же брать с собой можно ли это все чем-то заменить конечно можно как мне кажется я не заметила какой-то кардинальной разницы в качестве волос до использования и после но я всегда чуть-чуть снижают температуру в обычном фене можно например купить фен фен расческу плойку для накруток и в некоторых случаях это даже будет лучшим решением основа довольно легкая то есть рука не устает даже когда ты возишься с этим совсем насадки очень быстро и легко меняются как-то на уровне интуиции то есть с этим вообще не возникает никаких проблем и для меня не составляет сложности вот просто что-то там поменять взять другую насадку и даже когда укладываюсь я не использую никакие браши никакие дополнительные расчески я иногда расчесываю волосы после помывки иногда нет все это зависит от того забыла я или нет фен если у вас очень густые такие пористые волосы то возможно вам будет недостаточно мощности вот этого типа как мини фена но он справляется с моими волосами на ура и по сравнению с обычным феном этот не так сильно пересушивают волосы но при этом сушит точно так же быстро то есть температура меньше вот если даже подставить просто руку дата от фена прям хочется сразу и убрать потому что горячо здесь такого нет но при этом по времени приблизительно одно и то же возможно даже чуточку быстрее дальше я обычно использую вот такую насадку вот эту и здесь две я не особо понимаю в чем различие потому что эффект они дают приблизительно один и тот же но это с пупырками мне нравится меньше по той причине что она какая-то жестковатая для моей головы поэтому я использую эту и когда я сушу волосы расчесываю я замечаю что они более гладкие не такие вот пушистые я живу в польше в кракове и за счет того что у нас часто дождь вообще повышенная влажность волосы как бы пушатся и выглядят сухими но они не сухие они просто тонкие и влажности начинают как-то как странно завиваться хотя от природы у меня вот такие прямые волосы не объемные дальше после этого вообще-то я как бы не каждый день это делаю потому что я бы задолбалась я не люблю укладывать волосы это моя самая нелюбимая я вам абсолютно честно говорю но с дайсоном как-то все более-менее терпимо далее я беру вот эту насадку типа как фен щетка получается да только она не вращается и диаметр у нее поменьше чем той которая у меня была ту ли от ремингтон то ли от philips или равенто ну вот от какого-то из этих брендов то есть диаметр здесь небольшой но для моих волос этого вполне достаточно это в принципе максимум чего от них можно добиться как будто бы ни старался абсолютно честно говорю ну и супер объем на себе а также не особо приемлю я как-то привыкла к своим волосам к таким как они у меня есть я не уверена что густые такие тяжелые волосы эта штука поднимет с пола то есть скорее всего нужно будет использовать какие-то укладочные средства но это еще одна задача потому что найти те которые не будут жирнить корни волос которые не будут наоборот все делать каким-то прилизанным вот на мне не очень хорошо работают пудры что-то было что мне нравилось но к сожалению то что реально подходило уже сняли с производства я уже перестала искать реально не достанешь сейчас эти средства так остались еще две пожалуй самые такие интригующие насадки для локонов я скажу вам так что я использовала наверное раз пять и каждый раз когда показывалась там инстаграме где-то видела друзей фотки выставляла в инстаграме все говорили вау как необычно кто-то говорил что что-то как-то не очень актуально модно несовременно и отчасти соглашусь и с теми и с теми я редко нашу локоны мне больше нравятся прямые волосы на мне сейчас хотелось бы обновить свою стрижку потому что вижу что волосы довольно быстро отросли но в чем состоит проблема я не научилась укладывать волосы ну то есть создавать локоны при помощи этих насадок таким образом чтобы кончик остался незавидным то есть каждый раз это вот такие бараньи кудряшки очень просто это все при том что я самый настоящий что касается укладок волос каких-то там завивок накруток еще чего-то притесок в принципе у меня получилось с первого раза я была в шоке и я очень надеялась на то что мои укладки станут разнообразными но по-моему по моему локоны мне просто не идут то есть есть девчонки которым прям шикарно а я выгляжу какой-то вот такой не знаю я приехала с цела знаете такой вот я не знаю на что я рассчитывала но мне было интересно попробовать скажу вам что реально это работает это очень просто и это быстро другой вопрос как долго это держится на моих волосах это укладка ну там с натяжкой скажем так без специальных укладочных средств до вечера удерживается то есть остается легкий завиток такая легкая волна на второй день от укладки нет и следам но если у вас пористые волосы то есть шанс что это продержится дольше особенно если вы нашли что-то крутое что держит эти локоны я имею ввиду стайлинговые какие-то там пенки что там еще используют я в этом не сильно но в моем случае этих насадок могло бы и не быть иногда я укладываю только челку улица чтобы был такой легкий типа как завиток на это не часто вот серьезно мне кажется что такое более строгое оформление обрамление лица мне идет больше это наверное все что я хотела бы сказать если бы этих насадок не было бы есть шанс что все это стоило бы на 100 долларов дешевле и тогда я бы точно сказала что вау классно но я не жалею что я потратилась я всем этим пользуюсь и каждый раз когда мы куда-то едем и есть обычный фен при этом я не тарабаню с собой браш и тем более фен расчески у меня нет я думаю блин как мне не хватает дайсона потому что я вижу что все-таки он какой-то там объем не передает ну то есть сейчас я как-то не знаю на какую сторону это можно уложить все но объем есть девчонки такое мое мнение не буду говорить что это надо всем сегодняшнего дня все собирают потому что это вообще что-то там невероятное но если у вас скажем так есть лишние деньги или вы знаете что вам это надо что у вас такая структура волос которая будет поддаваться всем этим укладкам то почему бы и нет а недоедать в чем-то себя ограничивая чтобы купить себе дайсон я бы не советовала лучше поедете отдыхать и наслаждайтесь пеном брашем или щеткой браш щеткой феном расческой я надеюсь что такой ответ вас удовлетворит и купила штучка которая меня порадовала которую я пользуюсь но прям настаивать я не стану я иногда рекомендую что-то дорогое прям со словами что вы не разочаруетесь это скорее не тот случай взвесьте все за и против и посмотрите еще обзоры девчонок у кого такие средние волосы я не говорю как у меня но обзоры тех девчонок у кого нероскошные волосы от природы потому что это самый показательный обзор когда волосы такие никакие да и тут в эффекте они так что было классно стало прям супер круто вот куда это я намылилась на самом деле ничего интересного и приятного потому что я еду на прививку настал тот день когда придется и мне привиться причем вот именно в таком ключе придется я рассказывала что в силу определенных жизненных обстоятельств и плановой операции и вообще вы знаете настолько все это задолбало еще и чувствуется такой прессинг окружения и ты хочешь не хочешь где-то там должен это сделать и возможно когда-то это станет нормой и мы будем вакцинироваться типа как обычной прививкой от гриппа сезонной или вы может после рождения всем буду ставить все будет окей но абсолютно честно скажу вам что внутри есть чувство тревоги и блин реально не хочется капец как страшно и я даже не знаю что вам сказать какими другими словами это писать я думала что может как-то проще ну типа пошла почистить зубы ничего подобного прям я надеюсь на все самое хорошее и это тот случай еще расскажу в котором я прошу не равняться на меня типа она сделала и я сделаю нет у каждого свои жизненные обстоятельства у каждого свое сердце своя голова на плечах пожалуйста принимайте решение сами за себя я где-то вот почувствовала что я в каком-то тупике и может зря я так переживаю многие писали что все окей но у всех разное здоровье еще вчера я чувствовала себя неважно я подумала блин может перенести на сегодня вроде все хорошо я потом обязательно скажу как я себя чувствую вечером у меня прививка после обеда в 4 часа вечера уже нужно выезжать потому что чуть раньше нужно приехать за документами и посмотрим как будет завтра я не знаю эмоции вообще ни разу неприятные вот абсолютно кто бы что не говорил лучше бы этого всего с нами не было правда но угораздило же человечеством снова вляпаться в это с периодичностью какое-то там время до постоянно появляются какие-то болячки то 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 это какие-то эпидемии не знаю девчонки нет у меня хороших эмоций связанных с этим но я поехала но я поехала держите за меня кулачки нервный дик жду в очереди ну что уже следующий день я не хочу показываться потому что я абсолютно не могу не причесаться не создать волосы не помыть их у меня очень сильно болит рука вот именно все что выше локтя как-то как будто сильная крепатура есть легкая слабость помимо этого меня ничего не беспокоит не было температуры это уже второй день получается и все окей спасибо за то что были со мной всех целую обнимаю не забывайте поставить пальчик вверх пока пока до новых встреч уже совсем скоро